Здравствуйте коллеги! Это лекция о двухуровневых режимах вентиляции на аппаратах фирмы Hamilton Medical. Некоторые эксперты называют эти режимы EWL гибридными. Наше воображение рождает удивительные гибриды, но сейчас мы будем говорить о гибридах, воплощенных в реальность. На аппаратах фирмы Hamilton Medical двухуровневые режимы называются DuoPAP и EPRV. Эти магнификации двухуровневых режимов практически неотличимы от своих аналогов на аппаратах фирмы Draeger. На нашем сайте есть большая лекция, где подробно рассказывается об особенностях и отличиях двухуровневых режимах. Сейчас мы будем обсуждать особенности двухуровневых на аппаратах Hamilton Medical. Переходим к делу. Это выпадающее меню режимов EWL на G5. Сейчас нас будут интересовать режимы, построенные на переключении между двумя уровнями CPAP. Это режимы DuoPAP и EPRV. По своей сути аналоги BPUB на аппаратах фирмы Draeger. В этом цикле лекции мы используем такую табличку, которая соответствует выпадающему меню аппарата, но включает в себя способ согласования вдохов, способ управления вдохом и название режима на панели управления аппаратом. Это зона нашего внимания в данной лекции. Чтобы не отвлекаться, скроем то, что за рамками темы. Фирма Draeger закрепила свои права на название режима BPUB, как на интеллектуальную собственность. В результате другие фирмы-производители аппаратов EWL называют подобные или даже аналогичные режимы EWL другими именами. Названия на аппаратах Hamilton Medical выделены желтым цветом. Названия двухуровневые, потому что пациент спонтанно дышит в C-PAP, то на одном, то на другом уровне давления, и через заданные интервалы времени переходит с первого уровня на второй, а потом опять на первый. BPUB и аналоги этого режима не менее универсальны, чем AMV. Если у пациента полностью отсутствует дыхательная активность, DOOPAP неотличим от Pressure Control CMV. Если отсутствует дыхательная активность и при этом Time High больше, чем Time Low, DOOPAP превращается в Inverse Ratio PCRV, поскольку вдох длиннее выдоха. Если пациент сохраняет спонтанное дыхание только на нижнем уровне давления, DOOPAP неотличим от Pressure Control SAMV плюс C-PAP. Если пациент сохраняет спонтанное дыхание и на верхнем, и на нижнем уровне давления, DOOPAP показывает свое истинное лицо. Если установить одинаковое значение верхнего и нижнего давления, DOOPAP превращается в C-PAP. Если у пациента полностью отсутствует дыхательная активность, DOOPAP неотличим от Pressure Control CMV. Если при этом Time High больше, чем Time Low, DOOPAP превращается в Inverse Ratio Pressure Control CMV, поскольку вдох длиннее выдоха. Если пациент сохраняет спонтанное дыхание только на нижнем уровне давления, DOOPAP неотличим от Pressure Control SAMV плюс C-PAP. Если пациент сохраняет спонтанное дыхание и на верхнем, и на нижнем уровне давления, DOOPAP показывает свое истинное лицо. Если установить одинаковое значение верхнего и нижнего давления, DOOPAP превращается в C-PAP. Как и в режимах группы AMV, спонтанные вдохи могут быть поддержаны в Pressure Support Ventilation. Это классика. Аппарат выполняет переключения между двумя уровнями C-PAP через заданные временные интервалы. А теперь спонтанные вдохи с нижнего уровня поддержаны в Pressure Support Ventilation. Это очень похоже на Pressure Control AMV. Единственное отличие в том, что на верхнем уровне для Pressure Control AMV на высоте аппаратного вдоха возможно спонтанное дыхание пациента. Возможно настроить аппарат таким образом, что поддержка спонтанных вдохов в Pressure Support Ventilation будет осуществляться не только с нижнего, но и с верхнего уровня давления. Это произойдет, если сумма давлений – Pressure Support Ventilation плюс PIP – будет выше уровня верхнего давления, по-английски называемого Pressure High или P-High. Чем отличается DuoPAP от BIPAP? Правильный ответ – почти ничем не отличается, кроме названия. Иначе говоря, отличия не принципиальны. И это нам важно потому, что любые исследования и рекомендации по использованию любого из этих режимов мы можем переносить на его аналог. Итак, вот классический вариант режима BIPAP на современных аппаратах Savino, Evita 4 и Evita XL фирмы Draeger. Напомним, что ASB – это название режима Pressure Support Ventilation на аппаратах фирмы Draeger. При данной модификации BIPAP, те спонтанные вдохи пациента на уровне CPAP Low, которые не попадут во временное окно триггера, включающего переход на уровень CPAP High, будут поддержаны давлением по типу ASB. ASB на аппаратах Draeger поддерживает только спонтанные вдохи на нижнем уровне давления. На аппаратах Hamilton Medical в двухуровневых режимах Duopap и APRV уровень поддержки спонтанного дыхания, как и у Draeger, задается от нижнего уровня PIP. Если уровень поддержки спонтанного дыхания не превышает PIP High, PSV включается только с нижнего уровня. На аппарате Puritan Binet 840 режим B-Level вообще абсолютная копия режима Duopap аппарата фирмы Hamilton Medical. Уровень поддержки спонтанного дыхания, как и у Draeger, задается от нижнего уровня PIP. Если уровень поддержки спонтанного дыхания не превышает Pressure High, PSV включается только с нижнего уровня. При таких настройках BIP-Up неотличим от B-Level. И Duopap при таких настройках тоже неотличим от BIP-Up. Отличие появляется только в том случае, если уровень давления поддержки спонтанных вдохов выше уровня верхнего давления. На Hamilton Medical этот уровень называется P-High. Теперь Pressure Support поддерживает и спонтанные вдохи, и нижнего, и верхнего уровня. В режиме BIP-Up аппаратов фирмы Draeger ASB с верхнего уровня давления не работает. Напомним, давление Pressure Support на аппаратах фирмы Hamilton Medical и на аппарате Puritan B-Net 840 и Draeger, вне зависимости от того, на каком уровне давления пациент инициировал вдох, считается от уровня нижнего давления, которое может быть названо PIP-Dropsy-Pup, Pressure Low или Bass Line Pressure. И при таких настройках, Дуопап на Hamilton Medical ничем не отличается от режима B-Level на аппарате Puritan B-Net 840. Как включить и настроить APR-V и Дуопап? Все режимы включаются одинаково. Открываем выпадающее меню режимов, выбираем режим и подтверждаем. Точно так же включаются и APR-V. Открываем выпадающее меню режимов, выбираем режим и подтверждаем. А теперь рассмотрим панель управления режима Дуопап. Сейчас дадим крупный план. В красной рамке мы показали информационную зону. Здесь аппарат показывает, какие частоты и длительности получаются для принудительных вдохов. В желтой рамке параметры Apnoe Ventilation. Параметры можно поменять прямо с сенсорного экрана дисплея. Это длительность фазы верхнего давления и частота переходов с нижнего на верхний уровень. Это настройка величины уровней верхнего и нижнего давлений, между которыми происходит переключение. В верхний уровень назван P-высокое, а нижний уровень давления назван P-дрёп-сипап. Вот четыре кнопки управления, определяющие основные параметры Дуопап. Это кнопка скорости нарастания потока. На верхней схеме показана высокая скорость нарастания потока. В настройках P-рамп 50 мс. На нижней схеме показана низкая скорость нарастания потока. В настройках P-рамп 200 мс. Вы видите, как меняется в результате наклон восходящей части кривой давления. Эти изменения касаются и скорости перехода с нижнего уровня давления на верхний, и скорости достижения давления в Press Support Ventilation. Эти кнопки внутри красного четырёхугольника для настройки Press Support Ventilation, то есть поддержки спонтанных вдохов пациента. Сейчас выделена кнопка настройки скорости нарастания потока. Это давление поддержки спонтанных вдохов. Напомню, давление Press Support на аппаратах Hamilton Medical считается от уровня нижнего давления, которая может быть названа Pip-Drop C-Pub, Pressure Low или Bassline Pressure. Эта кнопка настройки триггера. Можно выставить триггер по давлению или по потоку. А это настройка переключения на выдох по потоку для Press Support Ventilation. Чем отличается APR-V от DuoPub на аппарате G5? Чтобы ответить на этот вопрос, поместим рядом две панели управления и сравним. Первое отличие, которое принципиально не отражается на сути режима, это то, что в APR-V раздельно устанавливается длительность фазы высокого давления и длительность фазы низкого давления. А в DuoPub устанавливается длительность фазы высокого давления и частота переходов или переключений между двумя давлениями. Таким образом, в APR-V частота это 60 секунд разделить на сумму продолжительности двух фаз на панели управления T-высокой и T-низкой. Иначе говоря, разделить минуту на длительность одного цикла. А в DuoPub длительность фазы низкого давления это 60 секунд, деленные на частоту переключений минус длительность верхней фазы. Или мы должны узнать длительность одного цикла, разделив минуту на частоту, а из длительности цикла вычесть длительность фазы высокого давления. Второе отличие вообще никакого значения не имеет. То, что называется в APR-V P-низкое или нижний уровень давления, в DuoPub называется PIP-DROP-CPUB. Но все-таки небольшое различие есть. И для того, чтобы понять в чем оно состоит, мы должны обсудить окно синхронизации. Окно синхронизации нужны для того, чтобы не возникло конфликтов между пациентом и аппаратом ИВЛ. Если пациент сделал вдох в фазе низкого давления и начал выдох в тот момент, когда аппарат по расписанию должен перейти с уровнем PIP на уровень высокого давления. Представьте себе. Пациент выдыхает, а аппарат стремится поднять давление в дыхательных путях до целевого значения. Это конфликт, приводящий к увеличению работы дыхания пациента. Чтобы конфликт не возник, перед началом перехода на уровень верхнего давления по расписанию выделен временной интервал. Если пациент сделает вдох в этот период времени, аппарат переключится на верхний уровень давления чуть раньше расписания, но зато без конфликта с пациентом. В DuoPub окно синхронизации шире. И за счет этого, при спонтанной дыхательной активности пациента, частота переключений между двумя уровнями может быть немного выше, чем мы установили при настройках аппарата. Давайте посмотрим, как выстраивается временная раскладка в DuoPub. Мы установили длительность верхней фазы 2 секунды и частоту переходов 12 в минуту. В результате длительность фазы низкого давления 3 секунды. Мы получаем такую же частоту переходов и длительность фаз в APRV, когда мы установили длительность верхней фазы 2 секунды и длительность фазы нижнего давления 3 секунды. В результате частота переходов 12 в минуту. Вот на одном слайде два режима – DuoPub и APRV. И мы легко получаем совершенно одинаковую временную раскладку по длительности фаз и частоте переключения. До тех пор, пока у пациента нет спонтанной дыхательной активности, при одинаковых настройках все выглядит одинаково. Но когда инициация вдоха пациента попадает в окно синхронизации, аппарат, поддерживая вдох пациента, сразу переходит на верхний уровень давления. И вместо предполагаемого 3-секундного интервала между переходами интервал сокращается до 1 секунды. А время от начала первого перехода на уровень высокого давления до следующего перехода сокращается с 5 до 3 секунд. Но затем временное окно синхронизации несколько отодвигается. И временной интервал между началом тригированного перехода на верхний уровень давления и началом следующего перехода увеличивается в нашем переходе до 5,5 секунд. В целом, в DuoPub при высокой дыхательной активности пациента количество переходов с нижнего уровня давления на верхний и обратно увеличивается. В режиме APR-V окна синхронизации значительно короче, и поэтому переходы с нижнего уровня практически не смещаются относительно исходной временной разбивки. И количество переключений между двумя уровнями давления остается постоянным. Вот DuoPub и APR-V на одном слайде. Все настройки режимов абсолютно одинаковые. Вы видите, как меняется ритм и частота переходов при восстановлении дыхательной активности пациента. Наш опыт использования двухуровневых режимов позитивен. Они прекрасно работают у пациентов с острым респираторным дистресс, синдромом и черепно-мозговой травмой. Универсальность не уступает режимам AMV. Я благодарю вас за ваше внимание и приглашаю посещать наш сайт. А там в свободном доступе книга основы EWL и много лекций, в том числе и это. Продолжение следует...